Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Ведущая в студии Ирина Чекунова. А эксперты сегодняшней программы представляют. Ольга Добрякова, заведующая сектором Тверского отделения Банка России. Ольга Олеговна, здравствуйте. Вячеслав Сапунов, начальник отдела безопасности отделения Тверь Банка России. Вячеслав Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте. И Александр Зубков, начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области. Александр Алексеевич, здравствуйте. Сегодня вновь будем, уважаемые друзья, говорить о мошенничестве. Потому что таких преступлений, к сожалению, не становится меньше. Принцип этих преступлений один. Обманом завладеть нашими средствами. Методы различные. Появляются новые методы. Сегодня будем говорить об этом. Чем берут нас обманщики, аферисты. То же самое. На это обратим внимание. Как перепроводится профилактическая работа. Насколько мне известно, только за 6 месяцев года тверскими полицейскими, именно УМВД по городу Твери, проведено почти полторы тысячи сходов с жителями многоэтажек. В том числе встречаются с жителями частных секторов. Всевозможные встречи проводят в вузах, школах, предприятиях, больницах. На дверях, в подъездах, чуть ли не на квартирах размещаются плакаты. Людям раздаются буклеты. Что еще нужно объяснить и каким образом нужно донести до нашего сознания, что нас в любую минуту могут обмануть. Саша, давайте начнем с вас. Какие методы? Вы вообще вот эту профилактическую работу тоже каким-то образом видоизменяете? Как дойти до сознания людей? Ну, граждан, мы, естественно, рассказываем о новых способах совершения преступления. Доводим те сотрудники правоохранительных органов, в которых участвуют в профилактической работе. В том числе и до них доводят новые способы совершения мошенничеств. Соответственно, как правило, участковые полномочия, большую часть, скажем так, тянут на себе, скажем так, эту ношу при общении с гражданами, при жителями города и населенных пунктов. Соответственно, им доводят новые способы совершения мошенничеств. Также они рассказывают об этом гражданам. Но, к сожалению, несмотря на то, что колоссальная работа проделана в плане профилактической работы среди населения, количество зарегистрированных мошенничеств, совершенных дистанционным способом, то, собственно, о чем мы сегодня здесь собрались, оно продолжает расти, и по итогам полугодия на 50% практически увеличилось количество. На 50%? На 47, да, если уж быть точным. То есть, к сожалению, появляются новые методы, либо, скажем так, модифицируется то, к чему привыкли. То есть мы гражданам говорим, что сотрудник Центробанка, сотрудник полиции, сотрудник Следственного департамента, сотрудник ФСБ, но никак не может звонить и сообщать потенциальным потерпевшим о том, что его банковская карта заблокирована, и с ней сейчас вот-вот где-нибудь в условном Воронеже снимут деньги. Мошенники используют и видоизменяют способы совершения преступления. То есть используются инфоповоды, используется ИСО, используется то, что людей пытаются запугать, просят их поучаствовать в специальной операции. По поимке таких же мошенников? То есть нужно понимать, что, в первую очередь, злоумышленники пытаются запугать потенциальных жертв, потенциальных потерпевших. К сожалению, это имеет место быть, и ущербы колоссальные, конечно. Люди как, вот, Вячеслав Михайлович, вот ваш опыт что показывает, что люди считают такой вот пресловутый, ну, это кого угодно, коснется, только не меня. Я такой умный, разумный, я всегда выключу ситуацию, и меня никогда не обманусь. Ну, наверное, так нельзя сказать, но какая-то самоверенность может быть у людей и присутствует, на самом деле, потому что мы видим по статистике и по информации, которая поступает от ОМВД, о том, что жертвами становятся не только простые граждане, но и становятся сотрудники судебной системы, сотрудники кредитных организаций, правоохранителей тех же самых. Да эти же там банковские сотрудники, ваш брат ведь тоже страдает. Конечно, люди, которые непосредственно противодействуют и тоже попадаются на эти методы. Хотя, вот я соглашусь с Александром о том, что колоссальная работа делается по фактам противодействия, мошенничества, профилактики, и мы можем сказать, что даже Эльвира Сахибзадовна на 10-м волонтерском съезде отметила программу финансовых грамм, которая проводится на территории нашей Тверской области, совместно разработанная с некоммерческой организацией «Вектор», которая проводится, называется, финансовых грамм на рабочих местах, то есть по рабочим коллективам ходим, объясняем, рассказываем, принимаем участие, непосредственно пытаемся достучаться до людей непосредственно. Но, тем не менее, где-то, наверное, то, что заложено эволюцией, миллионами лет развития нашего мозга, мы не можем преодолеть финансовую грамм напрямую, наверное, потому что мы можем перешить компьютер, изменить операционную систему, устранить ее здесь, мы можем перепрошить телефон, но то, как устроена наша психология, наверное, это тяжело исправить. Мы пытаемся, делаем, пытаемся достучаться до человека, но, к сожалению, преступники находят, как сказал Александр, новые инфоповоды, новые схемы меня делают. И человек вот вроде бы считал, с ним общаешься, ну, Александр, наоборот, говорит, я знал про эти схемы, много людей, говорит, общаются, да, вот о том, что схемы известны, слышали о мошенничестве, но говорят, ну, то, что мне позвонит сотрудник ФСБ и скажет, чтобы я предложил участвовать в спецоперации, мне об этом не рассказывали. Поэтому мы даже меняем немножко вектор, мы предлагаем критически ко всему относиться, не рассказывать даже о схемах, наверное, да, а вот особые правила, которые говорят о том, что с кем бы вы ни общались с использованием телекоммуникационных технологий, нужно скептически относиться, что на том проводе может находиться совсем другой человек, а не тот, кем он представляется. Тем более, современные технологии, которые развиваются, так называемая дипфейка, когда уже могут с использованием современных технических средств поделаться не только голос, но и видео, и изображение. Да, это очень было продемонстрировано, помните, на встрече даже с Владимиром Владимировичем Путином, когда студент показывал себя именно в образе Владимира Владимировича, представлено, и это он демонстрировал. Поэтому нужно быть готовым к тому, что с вами может связаться руководитель, представиться от руководителя, о том, что тебе сейчас сотрудники правоохранительных органов обратятся и скажут, чтобы участвовать в спецоперации. Люди выполняют. Нужно просто критически ко всему этому относиться, и, наверное, одним из, когда мы всегда говорим, прерывать общение и самому лично позвонить, связаться с тем человеком, или с той организацией, от именно которой к вам обратились. Да, Нар? Это, наверное, самодейственный метод, на самом деле. Даже люди доверяют тем сообщениям, которым приходят мессенджеры, якобы начальника, но им сложно дойти в два кабинета, увидеть этого начальника и спросить, а ты действительно мне чего-то присылал? Мне сейчас сотрудники ФСБ позвонят? Но это же проще всего сделать, на самом-то деле. На пресс-конференции была недавно, городской отдел полиции проводил, говорили, точно так же присылают якобы в одной из тверских больниц, присылают якобы сообщения от главного врача, которые просят перечислить там какие-то суммы денег, но подчиненные там думают, ну, от главного врача, это же мой руководитель, и присылают, нет, чтобы точно так же дойти и спросить, а что случилось или как. А потом оказывается, что это фейк. Вот в этом и проблема, что люди боятся общаться, но доверяют тем сообщениям, тем картинкам, объективно картинкам, видеосообщениям, которые им приходят в мессенджеры. Проще же дойти до человека и поговорить с ним лично. Да, да. Ещё вот психология сказала Вячеслав Михайлович о том, что вот люди, особенно уже такого старшего возраста, они привыкли, если звонит государственная какая-то, представляется государственной структурой, мы же привыкли, что это государство к нам обращается, мы не можем как-то пойти на перерез, мы должны выполнять просьбу такую. Ну, не совсем так, на самом деле. Вот Вячеслав Михайлович говорил, что, на самом деле, как мы все привыкли, что жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста, которые немножко с другим складом ума, с другим антилисетом и так далее, и так далее. Сейчас можно смотреть, что это, в общем-то, далеко не так. Потерпевшими, как правило, люди среднего возраста и довольно-таки молодые, был случай, когда, скажем так, спасал в кавычках свои деньги, спасал деньги родителей, и в общей сложности семья из трех человек лишилась 6,5 миллионов. Ничего себе. Таким образом. Поэтому говорить о том, что это только пожилые граждане верят сотрудникам условных ФСБ, прокуратуры, полиции не приходится. Верят, к сожалению, все. Уважаемые друзья, сейчас приемте на небольшой перерыв, не переключайтесь. Мы в эфире. Здравствуйте еще раз. Сегодня говорим о новых видах мошенничеств. Сегодня говорим о том, как уберечь себя и своих близких от этого вида преступлений. Итак, начнем, наверное, с последних схем. Да, Вячеслав Михайлович? Последние схемы обмана, где используют мошенники компьютеры и гаджеты всего этого. Да, наверное, сейчас такой появился вид. Я уже отмечал о том, что используем технологию DeepFate. В Телеграме поступают сообщения от знакомых людей, на которых записано видеообращение с просьбой предоставить денежные средства по разным причинам. Помощь при ДТП или еще каким-то. И при этом они видят на экране знакомый образ своего близкого, либо начальника, либо знакомого, который обращается с этой просьбой. И вместо того, чтобы, как уже Александр говорил, связаться с ним напрямую, поговорить, узнать, уточнить сведения, потенциальный жертва перечисляет денежные средства, либо ту информацию, которую требует от нее мошенника и, соответственно, получает ущерб. Эта технология достаточно нова, но, тем не менее, она пока еще эффективна. Люди видят знакомого лица, который просит помощи, и они ее, соответственно, оказывают. С другой стороны, я вас перебила, когда у нас был распространен способ, человек попал в беду, то родственник попал в беду, ведь то же самое говорим, вроде голос знакомый, на нервной почве человек слышит, человек сам додумывает, любой голос. Он сам выбирает. Это точно внук, это точно внучка, звонит точно. Хотя в этой же ситуации тоже, вот ты видишь изображение вроде бы знакомого или родственника, тот же самый метод, положить, прекратить разговор и самому перезвонить. Поэтому человек. Да, перезвонить, пообщаться, иногда, как вот Александр сказал, просто перейти в два кабинета, чтобы дойти до руководителя и поинтересоваться. Действительно, будет такая задача, которую вы мне поставили, чтобы со мной связаться с правоохранителем или с центральным банком, и выяснить это, и потом уже принимать решение. То есть критически относиться ко всей информации, которая поступает. Потому что мошенники иногда находят уязвимости в мессенджерах сначала, это было по одному популярному, ватсапу прошлись, когда дополнительная авторизация была позволялась, люди подключались. И, соответственно, рассылали такую информацию о том, что проголосуйте за ребенка, проголосуйте за ребенка, соответственно, переведите денежные средства, и люди их переводили. Теперь то же самое коснулось и другого нашего популярного мессенджера, это телеграмм, который тоже возможность получается записать, и от имени якобы человека разослать обращение с предложением финансовой, оказать помощь. Мы же повторяем сегодня еще раз, что по тому же телеграмму никто из сотрудников правопорядка, банковских служащих звонить не будет. Конечно, не будет. Но нужно понимать, что, в принципе, общение дистанционным способом предполагает о том, что сотрудник правоохранительных органов, наверное, если очень хочет, чтобы вы поучаствовали в какой-нибудь специальной операции, он, наверное, вас пригласит лично и с вами лично в административное здание УВД, ОВД или сотрудников УФСБ. То есть, соответственно, поступит предложение прийти лично в административное здание того или иного правоохранительного органа. О том, чтобы поучаствовать в каких-то мероприятиях и так далее, и тому подобное, дистанционным способом, а тем более, если к вам обращаются посредством мессенджеров, то, конечно же, не стоит. Это вам звонят мошенники. Что относительно, напомним, еще относительно звонков якобы сотовых операторов, которые пытаются проникнуть в ваш кабинет госуслуг? Ну, тут нужно понимать, что сотрудники, не сотрудники, а операторов, скажем, сотовой связи с такими целями вообще, в принципе, не обращаются. Ну, и второй, самый главный момент, что нужно понимать, что то, что приходит вам смс-сообщение с каким-либо кодом, паролем и так далее и тому подобное, уж тем более не нужно сообщать третьим лицам или тем людям, которых вы не знаете, и которые вам звонят в вашем абонентском номере по сотовому телефону. Мы сегодня говорим о том, что если поступил такой звонок, человек ответил, человек повелся, то взять ваши деньги – это дело минуты. Это очень быстро делается. Как? Вы же сами это делаете. Это же все зависит от вас, о том, как быстро вы дойдете от банкомата и положите эти деньги, либо переведете посредством онлайн-приложения и так далее. Все зависит от вас. Мы сейчас говорим, вот говорили о, так сказать, бесконтактном способе мошенничества, но у нас существуют еще и контактные способы мошенничества. Что это за способы, Ольга Олеговна? Кто здесь в группе риска и как они работают такие способы? Да, действительно, существуют и контактные виды мошенничества. К ним можно действительно отнести псевдоломбардную деятельность, деятельность по представлению тоже псевдолизинговых услуг, псевдолизинговой компании и лже-брокеры, так называемые, которые часто маскируются под учебные центры. Вот именно перед каждым названием – брокер, лизинг, лже и псевдо. Вот это вот прибавочка, приставочка. Да, конечно. На самом деле, в это весь смысл, вы правильно отметили, кроется. Прежде чем получить какую-то финансовую услугу, необходимо эту организацию проверить на предмет ее легальности на сайте Банка России. Это сделать очень просто. На первой странице поисковое окно есть, в котором либо название, либо какие-то признаки. На ННУ, ГРН можно набрать и понять, с кем вы имеете дело, легальная эта организация или нет. Потому что вот только в прошлом году нелегальных ломбардов, ну, скажем так, организаций с признаками нелегальной деятельности, было таких 8 организаций выявлено на территории нашей области. Нашей области, да? Да, в первом квартале 3. И в отношении них Банком России были направлены материалы в правоохранительные органы. Вообще, чем отличается? Очень много под... То есть маскируется деятельность по выдаче займов, например, и вы заключаете договор хранения, то есть с определенными платежами. Чем рискует потребитель, обращаясь, скажем так, к псевдоломбарду? Ну, на самом деле, повышенные ставки, плюс он рискует, скажем так, свое заложенное имущество не получить обратно, безусловно. Ну, если, конечно, если это никто, и звать его никак, и он завладел вашим имуществом. Да, ну, обычно это ИП какие-то, или магазины скупки оказывают вот такие услуги. Также займ под залог ПТС. Там принцип такой, что заключаются два договора. Один договор купли-продажи, при этом без регистрации в ГАИ шляется транспортного средства, причем по цене значительно ниже рыночной, с обратным выкупом. И второй договор как бы аренды, финансовая аренда, где шляются вот эти платежи. Тоже завалированная, по сути, ломбардная деятельность. То есть привлекает людей не идти, что называется, в проверенные собственные выгоды, да? Где-то дешевле, где-то ставка выше, почему бы мне не рискнуть, да? Ну, и вот эти, скажем так, лже-брокеры, да, так называемые, здесь вообще очень тоже достаточно широко развернута, скажем так, подготовка. Как правило, это открываются какие-то якобы учебные центры, где предлагают людям научиться играть на бирже, при этом получить, скажем так, достаточно легкий пассивный доход, да? При этом рисуют разные графики, что поначалу человек выигрывает, человек, ну, там сначала какие-то условные деньги, там небольшие, условно говоря, там 500 рублей, 1000 рублей. Вот, когда вот человек вкладывает мелкие деньги, он все выигрывает. Затем, допустим, предлагают уже там заключить им договор, да, и уже, скажем так, по-крупному. Да, по-крупному, то есть сначала человека как бы обучают, а затем уже предлагают играть якобы на бирже. И зачастую люди не только используют свои имеющиеся денежные средства, но и берут кредиты под эти цели, и, естественно, каким-то странным образом они все эти деньги проигрывают. И при этом, естественно, компания, ну, ничего, не рискует, ну, что, это же рынок, да, здесь риск, да, вы рискнули, и вам не повезло, извините. А самое интересное идет, это когда только уже не складываются не только на акции, но еще и криптовалюту, да, когда показывается, особенно, что как растет биткоин, и это показывается, с графиками соотносится, и люди видят, что действительно ты можешь заработать. Глаза, как в том мультфильме, да, такие? Да, вот видят и все несут, берут кредит, наверное, Александр может больше подсказать, какие суммы мы… Тут больше нужно понимать, что если вот в первом случае, то, что мы обсуждали, тут главное злоумышленникам напугать человека, чтобы он был в стрессовой ситуации, чтобы его деньги, и потом, впоследствии кредитные, к сожалению, завладеть им, да, то тут играют на жадности. То есть это как игра, как в наперске. Ну, тоже эмоции, ты вроде яркие. Какие-то образы, в наперске, не тоже, да? Да, ты вроде что-то вы, что-то вы, яркие эмоции, только положительные. Да, вы, какие-то яркие эмоции, которые завлекают человека, вводят в состояние… Соответственно, ему демонстрируют всякие картинки, ну, по сути, действительно, просто картинки, графики, когда у него растет прибыль и так далее, и так далее, и тому подобное. Человек вкладывает все больше и больше, и когда он понимает, что либо он хочет вывезти, либо понимает, что у него просто вообще объективно уже больше денег нет, и он достать их нигде не может, и кредиты ему уже никто не дает. Соответственно, когда обращается на ту или иную мошенническую площадку, да, которая занимается этим, ну, соответственно, никаких денег он уже больше не увидит. Как бы, к сожалению… Да, поэтому вот я бы еще хотел напомнить о том, как Ольга Олеговна сказала о том, что перед тем, как нести куда-то деньги, проверьте, официально зарегистрирована ли эта организация в реестре Банка России. Тем более, что у вас можно это все на сайте найти. На сайте увидеть, да, проверьте. Это самое простейшее, что можно сделать и, по крайней мере, обезопасить себя. Хотя бы от риска, что ты попадешь на мошенников. Риски рынка мы не снимаем, как говорится, они существуют, но именно, чтобы не попасть в руки мошенников, это… На самом деле, настоящих брокеров не так много, и это тоже относится к некредитным финансовым организациям, которые прописаны в законе Центральной банки. И легальность на сайте, это можно обязательно проверить. И плюс еще, извините, добавлю, тоже важный такой аспект. Банк России публикует еще некий предупредительный список. Это те организации, те субъекты, в отношении которых Банк России усмотрел признаки нелегальности, либо признаки финансовой пирамиды, либо вот эти лыжи-псевдоброкеры, и по которым лыжи-страховые компании. Компания – это все как бы из этой же темы. И направила информацию в проехательные органы. То есть, если вы видите, что компании в легальных списках нет, плюс компания еще, допустим, находится в предупредительном списке, ну уж точно не стоит обращаться к ее услугам, потому что ваши риски возрастают в разы сразу же. Кстати, по поводу того, что, как вот рассказывал Вячеслав Михайлович, что картинку видят вроде либо родственник, либо коллега обращается. Ведь были же случаи в других регионах нашей России, что даже картинка с губернатором выпадала, он просил что-то перечислить в соседнем регионе нашем. Да, вот не так давно было. В одной из областей, когда сотрудник, якобы сотрудник ФСБ звонил потерпевшему посредством мессенджера, соответственно, лицо было калилутского актера, сидел на фоне служебного кабинета, который по общим чертам подходит действительно под многие кабинеты сотрудников правоохранительных органов, а также с кобурой на плече, и рассказывал о том, что нужно сейчас поучаствовать в спецоперации. Люди, к сожалению, не поверили. Ну, да, через телефон звонят. Ещё раз говорим, уважаемые друзья, не ведитесь на эти телефонные предложения. Никто по телефону таких вещей вам предлагать не будет. Если вы как-то засомневались, положите трубку, перезвоните сами, либо дойдите своими ножками. Однозначно. Это самодейственный способ. По-прежнему ли распространены схемы, как вот мы говорили, родственник попал в беду, есть ещё такая спецоперация? Или она уже не работает? Очень часто. Часто по-прежнему? Ну, нужно понимать, что если раньше эти преступления, такого рода мошенничество, совершались с людьми, которые либо находились в местах лишения свободы и совершали оттуда эти преступления, либо вот не так давно вышли и, в общем, таким образом зарабатывали себе на жизнь, то сейчас такого рода преступления совершают те же самые злоумышленники, такие же сотрудники банка, такие же сотрудники Федеральной службы безопасности и так далее, и так далее, о том, о чём мы говорили в самом начале. Но это немножко эволюционировало, да, то есть с нашей стороны, скажем так, те, которые люди ответственны за обналичивание похищенных денежных средств, и которые непосредственно к бабушкам, дедушкам приходят и деньги забирают, да, это как бы жители Российской Федерации, в отличие от тех, кто действительно осуществляет звонки потерпевшим, он, конечно, их привлекает к уголовной ответственности, и зачастую, как бы, практически со 100% вероятностью, тот человек, который забирал деньги, он будет привлечён к уголовной ответственности. А схема относительно денежной реформы, это было популярно лет 10-15 назад, когда приходили, особенно по деревням, говорили, всё, товарищи, пора менять деньги, и банки приколов раздавали. Это по-прежнему тоже актуально, тем более, что ведь 100-рублевая купюра у нас меняется, да? Да. Была анонсирована пятитысячная купюра, но вы абсолютно правы. Как здесь не попасться, что здесь? Ну, это, опять же, обход по квартире, когда представители социальных служб ходят, как правило, по пенсионерам, и предлагают поменять, пользуясь тем, что люди не всегда обладают информацией, и привыкли о том, что помнят те времена, когда резко проводилась реформа, деньги менялись, да, и возникали проблемы. Поэтому они предлагают людям, те, как малоподвижные, о том, что давайте поменяем вам денежные средства прямо у вас дома, для того, чтобы вы потом не испытывали затруднений. Но нужно понимать о том, что сейчас, на данный момент, замена происходит постепенно, постепенно выводятся старые купюры, и именно с заменой приходят новые. Они будут иметь хождение в один и тот же момент равнозначное. Поэтому ни в коем случае не надо проводить операции по замене старых купюр на новые. Еще также существует такая технология, когда пошло, когда, опять же, звонит якобы представитель Банка России и предлагает проверить, как скажем, на истинность пятитысячные купюры. Предлагается установиться программное средство, которое может посмотреть купюры. Действительно, есть такое средство, называется Банка России, купюры, которые можно посмотреть и увидеть те признаки, которые красиво оформлены, современная купюра. Она в 3D изображении показывает купюру, особенности их. Но мошенники говорят о том, что мы поставим вам программу средств, которая позволит вам установить, действительно ли это фальшивая или не фальшивая купюра. Поставим, в смысле, на свой гаджет? На свой гаджет, на свой телефон. И присылают ссылочку. Передя по этой ссылочке, граждане скачивают не официальное приложение Банка России, а вредоносную программу, с помощью которой уже и производится дальнейшая манипуляция для того, чтобы получить доступ к денежным средствам жертвы. Вот такой способ тоже существует. Не знаю, насколько популярен у нас. Популярен, но он такой есть. Такой есть, да? То есть, вот они... Это довольно-таки редко случается, но и такие случаи были. Что мы можем сказать относительно последних веяний? Чем, как обманывают семьи участников СВО? Ну, тут как бы так происходит, что те, кто участник СВО, на самом деле, там находятся, бывает такое, что действительно попадают в плен. И уже хочешь, ну, то есть, соответственно, с телефоном пленного, скажем так, нашли звонки посредством мессенджеров родственникам. Соответственно, если хочешь увидеть, присылай деньги. Это уже шантаж? Ну, по сути своей, да, но такое тоже встречается, к сожалению. И сейчас отдельно, наверное, нужно сказать о том, чего многие нам не знают. Детей все чаще привлекает. Подростков, да, Александр? Все чаще. Детей и подростков, которые мечтают... Тоже вот такие глаза, когда мы говорили о выигрыше, да, что вам сулят вот такие вот глаза, как в том мультфильме, как можно столько заработать. И кидаются люди, а сами оказываются вовлеченными в обыкновенную мошенническую схему. Да. Давайте вот так называемые дропы, для чего они нужны, и каким образом, что мы можем сказать и родителям, и детям? Ну, тут нужно понимать, что дропы, так называемые, да, это те люди, на которых оформлены банковские карты, которые используются при совершении преступления. То есть, когда нашего условного потерпевшего с города Твери, не дай бог, обманывают мошенники, говорят о том, что банковская карта заблокирована, и так далее, и так далее, ему нужно срочно перевезти деньги на безопасный счет, диктует ему номер карты. Вот этот номер карты и принадлежит так называемому дропу. Дропу. Соответственно, это тот человек, который за денежное вознаграждение, относительно небольшое, то есть там от 5 до 50 тысяч доходит вознаграждение за банковскую карту, передает третьим лицам свою банковскую карту. Соответственно, как правило, оформляет ту банковскую карту, про которую идет речь, то банки, которые его просят, и сим-карту, привязывая мобильный банк к этой самой банковской карте, передает третьим лицам. Вот эти люди, так называемые дропы. Тут нужно понимать, что если нам, правоохранителям, получится и удастся доказать, что человек дроп, который участвовал в той или иной преступной схеме, осознавал, что он предоставляет банковскую карту для каких-то негодяйских, будем так сказать, целей, то он в том числе будет привлечен к уголовной ответственности. И как те люди, которые его, собственно, доумили, так называемая дроповода, скажем так, следующая пониция. Это которые кидают вот это зерно сомнения, что называется, они не продатели тебе, да? Да, да. Второй момент, когда Дропов использует для вывода похищенных денежных средств, и он действительно продал карту малознакомому человеку за 5-30 тысяч рублей. Но, как правило, к сожалению, как сейчас выясняется, как правило, все они знают, кому они продали сурбанскую карту. Они передают банковскую карту, и, соответственно, не знают, что с ней дальше происходит. В таком случае потерпевший, да, наш, который туда перевел деньги на имя этого человека, в ходе следствия устанавливает его полные данные, в ходе проведения оперативности, на переведение в том числе. И потерпевший имеет право продать гражданский иск по месту жительства, так называемого дроба, на необоснованное обогащение. То есть, соответственно, тот человек, мальчик или девочка, как правило, это у нас довольно-таки молодые люди, будут обязаны возмещать полностью тот ущерб, который поступил, ту сумму денег, которая им поступила на банковскую карту. Такие случаи есть, и успешные в том числе. Поэтому уйти от ответственности, от либо гражданской, либо уголовной, в общем-то, весьма проблематично. И тут нужно понимать, и родителям понимать, наверное, что если у ребенка, ну, относительно уж ребенка, там, в 17-19 лет появляются сразу какие-то деньги, и не пойми откуда, скажем так, если человек нигде не работает, там, учится и так далее, и тому подобное, внимательно к этому относиться, потому что есть такой вариант, что он станет фигурантом уголовного дела. С какого возраста, еще раз напомню? 16 лет. 16 лет. 16 лет уже лицо, совершаемое в данном случае пособничество, мошенничество, привлекается к уголовной ответственности. К так называемой дропперской деятельности банки каким-то образом вы здесь имеете отношение? По профилактике или как? Только в рамках профилактики занимаемся с молодежью в школах, в высших учебных заведениях, где рассказываем о том, к чему это может привести. Но это наша совместная работа с коллегами из МВД, и постоянно пытаемся, и материалы размещаем, и так далее. Проводим эту работу только в таком ключе. То есть здесь с молодежью нужно просто разговаривать, внушать и растолковывать. Да, потому что грозы какие могут нести в дальнейшем, когда, наверное, вся будущее может перечеркнуто, да, оказаться уже, скажем, перспективой будущего. Это либо судимость, либо что там, это все равно. Да, либо, опять же, родители уж, наверное, если уж вряд ли 16-17-летний мальчик или девочка будет нести ответственность в плане гражданской, финансовой. То есть это же тянет, ляжет на плечи родителей, естественно, они будут возмещать тот ущерб, которому условному потерпевшему Воронежу, Воронежу нанесли ущерб миллион рублей, дроп получил, условно говоря, 10%, да, там, сколько-то, в лучшем случае. А потом должен будет возвращать все, весь миллион. Весь миллион, весь миллион. Вот так это работает. Ничего себе. То есть не ту сумму, которую он получил в качестве вознаграждения, или то, что он оставил, а все полностью весь ущерб. Потому что если бы не он, если бы он своими действиями не оформил эту банковскую карту, возможно, и преступлений бы этого не было. Подростки в роли курьеров. Тут нужно понимать, что в настоящее время, если раньше когда-то только та преступность, про которую идет речь, она когда только начиналась, занимались этим, занимались в том числе и люди, которые ранее судимы, которые соблюдали меры конспирации, которые, это действительно организованные группы, которые именно обналичили похищенные денежные средства. То есть сейчас либо забирали их у граждан под различными предлогами, родственник попал в беду, также сотрудник Центробанка якобы позвонил и так далее, и так далее. Такое тоже часто бывает. Тут нужно понимать, что сейчас зачастую все чаще и чаще используются даже люди, которые не субъекты, то есть 15-14-летние, по сути дети, которые забирают эти деньги, а тут просто же все. 100 тысяч забрал, 10 тысяч твои. А нужно только дойти до банкомата до ближайшего, либо в Москву съездить, в криптообменник перевести эти деньги. Нужно понимать, что даже если в данном случае человек не подлежит уголовной ответственности, то гражданские искомы, соответственно, и опять же это все ляжет на время, время на родителей, весь ущерб. Не те 10% или 5%, которые он получил в качестве вознаграждения, а весь ущерб причинен гражданинам. Банки. Что могут банки противопоставить мошенникам? Как вот есть какие-то номера, которые блокируются, чтобы не переводить? Что здесь нового в законодательстве? Ну, однозначно, и банк проводит аналитические мероприятия, и направляется на блокировки, и сайты фишинговые, на которых жертвы переводят денежные средства. Но при этом же организовано взаимодействие с правоохранительным органом МВД, которые в результате расследования преступных посягательств наполняют специальную базу о мошеннических счетах, которые используются для вывода денежных средств. И вот с 25 июля начинает действовать такая норма, которая говорит о том, что если банк, кредитная организация перевела денежные средства гражданина на этот счет, который находится в специальной базе данных, которая заполняется сотрудниками правоохранителей, они приостанавливают эту транзакцию на два дня для выяснения, для того, чтобы потенциальная жертва могла подумать, одуматься, сделать. При этом, если банк переведет на этот счет, который был внесен в специальную базу данных, переведет, не заблокировав этот период, то жертва может рассчитывать на компенсацию от кредитной организации. Эта норма начинает действовать с 25 июля. Июля совсем скоро. Вообще вот этот момент, что называется, минуты тишины, она необходима каждому человеку, вот как мы сегодня говорим, чисто психологически, чтобы одуматься, прийти в себя. Бывает так, что он, наверное, Александр подтвердит, когда жертва находится по несколько дней под воздействием, да, Александр? Недельно. Да? Не отстает. Не отстает. Нет, но тут уже понимать, что если человек все-таки связался с родственниками, там, друзьями и так далее, если он рассказал эту историю о том, что с ним происходит каким-то близким для себя людям, не знаю, даже не близким, а коллегам, скажем так, ему с большей долей вероятности объяснить, что сейчас помогут. Помогут. А если он в себе хранит, то он будет неделю, вплоть до того, что снимать денежные средства, бегать по кредитным организациям, продавать акции и потом везти в Москву в такси, да, Александр? Да, был случай. Я научусь кем-то посоветоваться, из родственников, из близкого окружения, из пожилой людей. Да, все-таки человек рядом, который вот не под воздействием этим, он будет более холодным умом, да, и во всяком случае здраво рассуждать. Да, чем больше людей это будет знать, тем больше вероятность того, что кто-то засомневается. Часто, как раньше было, даже телефон не выпускали из рук, когда говорили, говорили, да, Александр? Да и продолжают. И продолжают так же держать, да? Да, главное не выпускать, а не прервать вот эту ниточку. Общаться, 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 общаться. Потому что мошенники понимают, злоумышленники, да, что если человек перестает с ними общаться, у него есть шанс общаться опять с третьими лицами, да, которые могут объяснять, тебя сейчас обманывают, вот и все. Соответственно, они уже свою выгоду от этого не получат. Нам рассказывали на пресс-конференции, что была история с актрисой одного из тверских театров, довольно-таки пожилой женщиной, которая вот так вот несколько недель мошенники держали в напряжении, заставляли ее брать кредиты, в Твери не получилось, она переехала в Москву, ей сняли квартиру, гостиницу, ей оплатили такси, чтобы она переехала, она взяла кредиты в Москве, и вот так вот она потеряла несколько миллионов. А когда пришли, ее уже искали как жертву, она не общалась ни с кем, вот ни с родными, ни с коллегами, ни с кем. И когда пришли реальные сотрудники полиции, она не поверила, что это реальные сотрудники полиции. Вот до чего все перевернуто. — Вообще, один из важных факторов, который сейчас коллеги говорили, действительно, мошенники хотят, чтобы вы моментально сейчас приняли решение, то есть они действительно не будут вас выпускать из поля своего зрения. И когда вот человек чувствует, что на него давят, что вот именно нужно сейчас, вот это тоже должно быть с неким звоночком, что что-то здесь не так. Потому что любая легальная финансовая организация, она всегда даст время подумать, прежде чем оказать то или иное слово. — Наверное, сейчас подошло, программа заканчивается, подошло время советов. Что лучше? Лучше вообще не брать телефон с незнакомым номером, не говорить. Если же вы взяли, то сколько нужно общаться с потенциальным, ну, с тем, кто может быть мошенником? Секунда, две, три минуты. Стоит ли разговаривать? Давайте все вот так вот по полочкам разложим. — Наверное, действительно, если вам звонит незнакомый телефон, самый простой действенный способ не стать жертвой мошенников, это просто, ну, тут единственный минус, то, что вы потерялись в какой-то общении, если вам звонит какой-то другой человек, просто вам с незнакомого номера и хочет с вами пообщаться, не брать трубки с незнакомых номеров. Это, наверное, один из самых. А самое главное, даже не скорее не так, не брать трубки. Все чаще и чаще используются мошенниками мессенджеры, то есть, соответственно, наверное, если вам звонит незнакомый телефон по WhatsApp или Telegram, ну, наверное, его брать, наверное, не стоит. Потом можно написать сообщение, например. Да, если уж вы действительно решили пообщаться, если уж очень хочется, и человек на том конце провода просит вас, требует, даже не просит действия какие-то совершить с вашими финансами или какие-то активные действия, представляясь, таким угодно представляясь, наверное, самый действенный способ это положить трубку, как мы уже говорили, пообщаться с близким тебе человеком, в стопроцентном случае он тебя отговорит, вы не стояете сжетом мошенников. Александр, меня задело слово, даже не просит, они даже требуют. Да, угрожаю. Реально на повышенных тонах и вот так вот в приказном порядке, да? Да, именно так и происходит. А Вячеслав Михайлович, а ваш совет здесь, в этой ситуации? Ну, я присоединюсь к тому, что сказал Александр, но, наверное, все-таки от мессенджеров надо отказываться от звонков незнакомых номеров, но от обычного телефона мы не отказываемся, потому что могут и службы курьера, доставки звонить, да, мы сталкиваемся, но одним из характерных, если в разговоре начали говорить о каких-то денежных средствах, чтобы перевести, спасать или еще что-то, или какие-то требования, надо класть трубку и прекращать немедленно разговор, не вступая ни в какой, потому что, вступая в диалог с ними, мы можем подставиться, рассказать о себе какую-то информацию, которая потом будет против нас использовать, здесь, поэтому лучше прекратить разговор однозначно. И использовать можно поставить, такие операторы предлагают телефоны, которые отправляются, уже спам телефона, уже фильтры отправляются. Вот этих операторов, они предлагают услуги и берут на себя, как бы, возможность проверить сначала телефон, находится ли он в их базе спама, вот, например, Билайн это делает, Тинькофф банк делает, Т-банк уже, да, он называется, и другие операторы, можно посмотреть вот эту программу, установить, которая вас ограничит от надоедливых звонков. Ненужных. Ненужных, да. А вот правда я слышала, что не надо никогда, когда ты разговариваешь с незнакомым человеком, никогда не надо говорить «да», что они могут якобы записать и использовать это «да». Сначала это было, наверное, актуально, когда мы говорили, а сейчас достаточно буквально любой речи в течение пяти-десяти секунд, у меня даже на телефоне есть программа, которая позволяет уже по этому фрагменту речи, вот записав вас, вот здесь я смогу воспроизвести ваш голос. Поэтому здесь уже, наверное, такая вещь неактуальна. Лучше вообще, да, ничего не говорится. Поэтому с их скептицизмом мы относим к тем, которые приходят нам, аудиосообщение по мессенджерам от наших близких, то же самое. Как Александр говорил, пришло, позвони, набери человека, не общайся с ним в мессенджерах, позвони впрямую, сам, лично. Ольга Олеговна, ваш совет относительно контактных способов, на что обращать внимание и на что не вестись? Ну, наверное, самое главное, совет, никогда не обращаться к услугам нелегальных участников финансового рынка, прежде чем получить или оказать какую-то финансовую услугу, проверить необходимую организацию на ее легальность, на предмет ее легальности на сайте Банка России. И когда вы подписываете договор, обязательно все-таки его читать. И никогда не принимать решения, скажем так, одночасно, единомоментно. Всегда нужно взять время, чтобы подумать и задать себе вопрос, правильно принимаю решение или нет. Ну, как поступать во всех лучших машинах. И если, наверное, предполагаем, прибыль превышает ключевую ставку Банка России, то стоит задуматься, что это может быть... Очень рискованно для вас. Александр, сейчас о каких суммах говорит статистика? Какие суммы люди теряют? Очень колоссальная. Вот, смотрите, за полгода 23-го года, да, 23-го, новичного периода прошлого года, всего в Турской области причинено ущерба от мошенничества, совершено инвестиционным способом, в размере в районе 320 миллионов. 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 А вот уже в 24-м году уже 610, то есть почти два раза. Это у нас? Это у нас. 610 миллионов жителей нашего региона. То есть, к концу года, скорее всего, это будет говорить о сумме, какого миллиарда. Уважаемые друзья, война, реальная война, финансовая война против нас идет. Будьте, пожалуйста, бдительны, да, еще раз обращаемся к людям. И берегите свои сбережения, параллельно с тем, чтобы беречь свое здоровье. Потому что это все взаимосвязано. Спасибо вам, уважаемые друзья. Спасибо за участие. Будем еще собираться на эту тему и разговаривать. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.